МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами Саянского телевидения. Сегодня в выпуске. Не все фрукты полезны, румяные яблочки Гала признаны опасными для здоровья. С 1 апреля новым горизонтом сегодня 15 лет, и это не шутка. Сотрудники МЧС провели рейд на садово-дачных участках и выявили нарушения практически в каждом кооперативе. В городской администрации неоднократно проводились встречи представителей власти, сотрудников МЧС, председателями дачных кооперативов. На собрании специалисты отдела Госпошнадзора, полиции рассказывали, какие меры необходимо предпринять, чтобы встретить пожароопасный сезон во всеоружии. К примеру, сегодня у ряда садоводств нет договоров на вывоз мусора, хотя председатели, как должностные лица, обязаны обеспечить уборку территории от мусорных свалок. Немаловажной проблемой, по словам огнеборцев, также является отсутствие гидрантов и емкости для воды. В случае возникновения пожара в дежурном караулу, как правило, негде заправиться. Имеется захламленность территории, нет подъездных дорог, тем более у нас садово-дачные кооперативы не все обеспечены запасом воды. То есть при тушении возникают вопросы со сложностью. И проехать садово-дачным кооперативом, и также сложности при тушении, что нехватка воды. Чтобы помочь дачникам уберечь имущество от огня, сотрудники Государственного пожарного надзора регулярно проводят рейды и выявляют источники пожарной опасности. Как показывает опыт, далеко не каждый хозяин четко знает, как уберечь жилье от пожара. Какие меры профилактики стоит предпринять, чтобы максимально защитить свое добро от уничтожения огнем и не подвергать его опасности. Как статистика у нас показывает, что основной причиной пожара является человеческий фактор, халатность. Как в ходе съездов, сходов, бесед с председателями кооператива, с членами садово-дачных кооперативов, они что, ребятишки балуются, ничего подобного. Люди сами взрослые сжигают мусор, так после зимы начинают усиленно топить бани свои, шашлыки, там День Победы, 1 мая начинаются у нас праздники. Вот и вся причина пожаров выходит из этого. Обстановку в случае возгорания может осложнить и тот факт, что все постройки на дачных участках расположены слишком близко друг к другу. Это приводит к быстрому распространению огня с одного участка на другой. К тому же садоводство находится на большом расстоянии от пожарной охраны и спасти имущество от возгорания не всегда удается. 1 апреля отмечает 35-летний юбилей Лаборатория производственного контроля акционерного общества «Сайенс Химпласт». Накануне очередного юбилея лаборатория прошла аккредитацию. Это подтверждение технической компетентности по 98 критериям. Созданная на заводе в апреле 1979 года лаборатория производственного контроля «Сайенс Химпласта» в канун своего 35-летия прошла серьезные испытания. Федеральная служба Росаккредитации при Министерстве экономического развития подтвердила компетентность службы, ее независимость и наделила результаты работы лаборатории силой закона. Они при любом аудите воспринимаются как данность и признаются приоритетными. Если раньше лаборатория оценивалась по 18 критериям, то сейчас уже было 98. А с выходом федерального закона нового в национальной системе аккредитации, которая вступит в силу в конце июня этого года, аккредитация будет уже оцениваться, деятельность лаборатории любой будет оцениваться по 102 критериям. Одним из критериев, которые бывает трудно соблюсти, начальник лаборатории производственного контроля назвала особое требование к собственности приборного парка и материальных ресурсов. То есть пыль в глаза высокой комиссии хорошей оснащенностью теперь не пустишь. На каждый прибор у предприятия должно быть свидетельство о праве собственности. Взять займы на период аккредитации не получается. Впрочем, на химпласте такое не практиковалось никогда. В связи с аккредитацией изменились и требования к персоналу. Специалист только тогда теперь считается сотрудником аккредитованной лаборатории, если отработал в ней не менее трех лет. Равно как и подтверждение квалификации будет происходить не реже одного раза в три года, а не пять как ранее. Это не кажется излишней строгостью, когда задумываешься о том, чем занимается лаборатория производственного контроля. Ее сотрудники, по большому счету, производят не анализы воздуха, воды, почвы, влияние химического производства на окружающую среду, частью которой является и человек, они производят информацию, которой можно доверять. А информация в современном мире дороже всех ресурсов. С этой ответственной задачей в лаборатории производственного контроля справляется всего 34 человека. За пять минувших лет персонал сократился вдвое. Ушедшие получили в ЛПК настолько хорошую школу. Их знания и навыки настолько широкие и основательные, что их принимают не только на предприятиях, где производят аналогичные анализы, но и в природоохранных и трудоохранных структурах. Состав лаборатории за минувшие пять лет еще и сильно омолодился. Девочки, которые приходят, они достаточно грамотные, неплохие пришли специалисты. Я надеюсь, из них получатся толковые и инженера, и ведущие специалисты. Сегодня лаборатория производственного контроля Саянских импласта одна из немногих подобных в Сибирском федеральном округе, где производят анализы на наличие порядка двухсот ингредиентов в продуктах деятельности предприятия, выбрасываемых в окружающую среду. Звучит устрашающе. На самом деле специалисты лаборатории заверяют, воды, воздух и почва в норме. А то, что этой информации можно доверять, подтвердила аккредитация. Покупателям следует быть осторожнее. Польские яблоки Гала и детское питание Нутрилонг могут быть опасными для здоровья. Согласно информации Роспотребнадзора, потенциально опасными для здоровья потребителя являются яблоки Гала, в содержании которых выявлен высокий уровень токсичных веществ. На территории России партия токсичных фруктов в размере более 11 тысяч килограммов была поставлена в город Брянск. В целях предотвращения попадания этих яблок в дальнейшем на территорию других муниципальных образований, служба нам рассылает такую информацию. Поэтому покупатель должен быть бдителен, смотреть на ценники, какая это продукция, и своевременно спрашивать у продавца документы на эту продукцию. Также на территорию нашей страны была завезена партия детского питания для недоношенных детей Нутрилонг, производства фирмы Нутрица Нидерланды, в которой обнаружено высокое содержание йода. При допустимых в Нидерландах уровнях содержания йода в продуктах питания продукция, поступившая на территорию Российской Федерации, превышает допустимые уровни ее содержания, установленные нормативными документами Таможенного союза, в 6 раз. Эта информация нами была направлена в больницу, в аптеки, и доведена до предпринимателей, реализующих детское питание. Количество поступившей на территорию России партии составляет почти 8 тысяч килограммов. Номер партии 294-421, дата поставки – ноябрь 2013 года и 1 января 2014. Также осуществлен запрет ввоза на территорию страны украинской молочной продукции, таких производителей, как дубно-молоко и прометей-менский сыр. Роспотребнадзор приостановил поступление этой продукции на нашу территорию в связи с тем, что она не отвечает требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия по органолептическим показателям и законодательства в области защиты прав потребителей, несоответствия требованиям, предъявляемым к маркировке. Случаев обращения граждан Иркутской области по поводу приобретения данных продуктов питания пока не поступало. 26 марта состоялся форум первичных организаций Саянского отделения партии «Единая Россия». Обсуждались вопросы подготовки к предвыборной кампании и отчеты секретарей первичек о том, что было сделано в минувшем году и задачах сегодняшнего дня. 2014 год объявлен лидерами партии «Единая Россия» годом первичных отделений. Саянская организация «Единая Россия» – одна из самых многочисленных в Приангарии, насчитывает 28 отделений и объединяет 3200 человек. 26 марта саянские «Единая Россия» провели форум местных первичек. Задачи понятны – отчеты, осмысление настоящего момента и выработка планов совместных действий в будущем. На повестке ближайшего будущего два события – сентябрьские выборы мэра города и принятие областной программы капитального ремонта многоквартирных домов. По первому вопросу полицовет уже согласовал первый список кандидатов. 4 апреля он будет утвержден. На 20 мая намечены внутрипартийные праймерис. По вопросу капитального ремонта многоквартирных домов партия заняла жесткую позицию. Мы поможем членам партии городской администрации провести необходимую работу с тем, чтобы ни одна копейка из города не ушла. Я понимаю, что решение этого вопроса на правительство отложено на 2015 год, отдана на территории, а наша территория, она как вперед бежит. Говорят, что мы уже с мая месяца, уже должны денежки собирать. Председатель полицовета нацелил секретарей первичек на ведение разъяснительной работы с горожанами, так как первичные отделения ближе всего к народу и объединяют самую активную часть общества. Это не преувеличение. Не отчеты о проделанной работе, а скорее рассказ секретарей о буднях своих первичек тому подтверждение. Многие из саянских первичных организаций единороссов задолго до появления официальных партийных проектов работали и продолжают работать с жителями микрорайонов, организуя не только праздники, детские мероприятия и встречи с ветеранами, но занимаясь делами далекими от слова «праздник». Так, в микрорайоне Октябрьский год назад было создано территориальное общественное самоуправление. Это полностью партийный проект, единственный в городе ТОС, пронизал и вовлек в орбиту своей активности жителей пятого микрорайона в сфере жилищно-коммунального хозяйства, контроля деятельности управляющей компании, взаимодействия с муниципалитетом в области благоустройства жилого массива. Этим опытом поделился с коллегами Александр Дадон, секретарь одной из первичек пятого микрорайона. Дела первичных организаций микрорайона строителей давно известны всему городу. Это работа с клубами по месту жительства, центром физической подготовки, мегаполис-спорт по проведению семейных спортивных праздников, мероприятий гражданско-патриотического толка. Совместно с клубами по месту жительства города Саянска проводятся соревнования по дворовым видам спорта, праздник под названием «Сила, мужество и красота», открытое спортивное мероприятие, игра «Зарница». Уже в течение восьми лет мы проводим конкурс «Алло, мы ищем таланта» и другие. Первички центрального микрорайона сделали упор на проекте «России дорог каждый ребенок». Это он сейчас так называется. А во втором микрорайоне эта работа ведется уже около десяти лет и заключается в дружбе и помощи детям социального приюта. «Мы не можем дать этим детям семью», сказала секретарь ячейки 1027 Екатерина Носова. «Но мы можем дать им тепло и организовать досуг». Все проекты первичных организаций единороссов будут продолжены и развиты и в этом году, но с акцентом на грядущие выборы и областной закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Вновь лучшие. Саянский совет ветеранов удостоен высоких наград. На минувшей неделе в областном центре ветеранскими организациями при Ангарии были подведены итоги работы за прошедший год. По итогам конкурса по проведению работы на территории с ветеранными участниками Великой Отечественной войны Саянск стал победителем в нескольких номинациях. Так, за реализацию проектов по патриотическому воспитанию Саянск награжден дипломом третьей степени. Это, прежде всего, та большая работа, которая проводится в нашем городе совместно с управлениями образования, с управлением образования, с молодежными организациями, с общественными организациями. То есть это вот те уроки мужества, те встречи с молодежью, школьниками, студентами, ну и масса разнообразных мероприятий, в целом, которые имеют патриотическую направленность. Диплом второй степени вручен номинации по физкультурно-оздоровительной работе с ветеранами. Самый главный, самый главный, наверное, итог, который подводили по работе в целом ветеранских организаций, то есть как бы завершился первый этап всмотра конкурса областных организаций по подготовке к юбилею, к 70-летию Великой Победы. И в нашей группе, которую представляли практически все крупные города Иркутской области, там мы заняли первое место, диплом первой степени. Помимо дипломов победителю вручены ценные подарки – две цифровые фотокамеры и ноутбук. 1 апреля праздник у коллектива еженедельника «Новые горизонты». В этот день ровно 15 лет назад вышел первый номер газеты. Девизом вновь созданного печатного издания стали слова «Открываем горизонты на Ниве фактов». 1 апреля – знаменательный день для журналистов еженедельника «Новые горизонты». Именно 1 апреля 1999 года вышел в свет первый номер этой газеты. И в нынешнем ее коллектив отмечает 15-летний юбилей. У 90-х печальная слава. Во-первых, засилие желтой прессы в центральных районах страны. Во-вторых, пресс муниципальной власти на местах, в малых городах, таких, как Саянск. В такой ситуации родилась идея создания в нашем городе газеты, которая бы открывала своим читателям новые горизонты сознания. Наша газета впервые стала общественной. То есть мы изобрели впервые в нашем общей, можно сказать, по Иркутской области, в местных масштабах, в частности, вот в Саянске, газету нового формата. Новая газета стала многостраничной. Каждая полоса посвящалась определенной теме. Читателям была дана возможность также высказаться на страницах газеты. Но главное, не было привычного для муниципальной прессы официоза. Журналисты еженедельника готовы были высказать собственное мнение по любому вопросу. Люди, которые с первых дней здесь работают, в принципе, тогда уже имели свой опыт и тоже стремились к тому, чтобы высказывать свое мнение, именно свое мнение. И очень мы благодарны нашим читателям, что они нам верят. Сегодня «Новый горизонт» и популярная в регионе газета. Она распространяется в Саянске, Зиме, Зиминском, Куйтунском, Золоринском районах. Создает ее дружный коллектив единомышленников, профессионалов своего дела. Это руководитель холдинга Наталья Верхотурова и редактор Светлана Лукина и ответственный редактор Ирина Солоненко и обозреватель Юрий Соловьев и корреспонденты Денис Малышев и Ксения Кустова и симпатичный специалист отдела предпечатной подготовки, где идет набор, верстка и корректора номера. Всю неделю перед юбилеем газета принимает гостей, чествует участников конкурсов и викторин, поздравляют и тех из читателей, кто родился с газетой в один день, 1 апреля. Мне нравится наша газета тем, что в ней мелькают знакомые лица и я узнаю многое новое. Я желаю газете успехов и открывать новые горизонты. Желаю газете много-много хороших журналистов и хороших читателей. Не забывает коллектив еженедельника и старейших, постоянных своих читателей. В днях мы побывали у читательницы новых горизонтов, которая 75 лет исполняется в этом месяце, у Галины Шабановой. Она нашу газету читает с первого номера, то есть уже 15 лет. Более того, все газеты она хранит. У нее очень солидная подшивка, большая стопа. Мы тоже ее поздравили. И Галина Рафаиловна, желаем вам крепкого-крепкого здоровья и еще много-много лет читать нашу газету. 15 лет совсем юный возраст и у любимой саянской газеты «Новые горизонты» все еще впереди. Новые темы, новые рубрики, новые преданные друзья-читатели, новые успехи и победы. Во Дворце культуры юность состоялся яркий праздник – гала-концерт фестиваля «Байкальская звезда». Его победители покажут свое мастерство на фестивале в Иркутске, посвященном Дню защиты детей. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. А когда на творческом Олимпе зажигается целая плеяда, маленьких талантов, значит, в неистребимом мире людей вера в красоту и, конечно, чудеса. Добрый сказочный звездочет, царевна Несмеяна, друг заставивший улыбнуться всех и каждого, и море детских глаз, наполненных великим светом, светом тепла и надежды. В минувший понедельник во Дворце культуры юность состоялось событие «Грандиозное» – гала-концерт отборочного тура областного фестиваля для творчески одаренных детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также ребят, воспитывающийся в семьях опекунов «Байкальская звезда-2014». На Санятской сцене «Байкальские звезды» зажигаются 14-й раз. Более 100 ребят из 12 территорий Иркутской области приняли участие в номинациях «Музыкальное творчество», «Хореография», «Художественное слово». И у каждого из зрителей определились свои маленькие фавориты. Например, Яна Карпова из Нижнеуглинского района поведала о «Глупых снежинках». «Байкальская звезда» фестиваль, который дарит надежду и позволяет раскрыться талантам, поверить в свои мечты, которые, согласно законам детства, непременно должны исполняться. Я считаю, главное то, что это мероприятие состоялось. Вчера мне понравился зал. Я не один год, скажем, и со сцены смотрю в этот зал, и сбоку, и середины зала, находясь в жюри. Вот мне понравилось, что вчера наш Дом культуры юности практически был полон. И не только теми ребятишками, которые приехали, но чувствуется, что были зрители из города. Это мероприятие, оно интересно. И я думаю, что оно и важно еще и для города. Порядка десяти творческих номеров, представленных на концерте, смогут принять участие на фестивале 1 июня, посвященном Дню защиты детей, состоится который в Иркутске. «Мне очень понравился праздник, очень хорошее впечатление оставила «Байкальская звезда». «Вот ребенок наш выиграл, поздравляю его, приятно очень нам. Спасибо организаторам, всем, кто готовил это мероприятие». Замечательной стала и выставка декоративно-прекладного искусства, в котором свое мастерство показали около 120 участников. Основная тема работ творческих ребят, конечно, Олимпиада, однако радовали и удивляли цветы, выполненные из разнообразных материалов и ювелирной работы картины, и нарядные скульптуры. Победители-участники фестиваля «Байкальская звезда» награждены грамотами и ценными призами. В картинной галерее открылась выставка иркутской художницы Татьяны Колобовой. Открытие напоминало скорее праздник в узком кругу. Гости выставки приветствовали Татьяну как близкие друзья, ведь художница 20 лет жила в нашем городе и уже тогда была хорошо известна в кругах местной творческой элиты. В городской картинной галерее открылась выставка работ Татьяны Колобовой. Выставка ретроспективная, включает в себя работы и 20-летней давности, и самые последние. Татьяна Колобова ныне известный иркутский живописец, с саянцем хорошо знакома. 20 лет она жила в нашем городе, работала в здешней художественной школе. 10 лет назад уехала в областной центр, где тоже преподает живопись. Ее новая выставка – своеобразная дань благодарности Саянску. Надо отдавать дань благодарности этому городу, потому что я здесь 20 лет прожила, здесь все мои дети родились и выросли. Название экспозиции – «Нежность». Так называются давние работы Татьяны, портрет матери с ребенком. На выставке представлены работы разных жанров и различные техники, но действительно, пожалуй, чувство нежности объединяет эти полотна. Нежность к сухой траве, к осеннему лесу, к людям, к маленькой нашей планете. Татьяна сохранила свой своеобразный колорит, ее любимые охристые оттенки, глубокий синий цвет. В ее картинах нет нервозности, надрыва, все просто, вместе с тем тонко, изысканно, благородно. Одно из увлечений – гобелин. Техника довольно трудоемкая, требует определенных ремесленных навыков. Но, по словам самой художницы, именно эта техника предоставляет ей абсолютную свободу. Здесь можно в абстракцию идти, в эмоции и ассоциации. Вот это мне нравится. Там никогда не делаю эскиз от начала до конца, просто какая-то мысль приходит, какое-то состояние цветовое, может, движение какое-то чисто композиционное. А потом оно мне идет снизу к верху. То есть, как оно там формируется постепенно, это процесс такой вот непредсказуемый. Из грубых джутовых нитей возникает осенний лес, аквамариновая глубина Байкала, воздушный одуванчик, летящий первый снег, увядающий травы. Кстати, к сухим травам у Татьяны особая любовь. Есть, говорит в них, замысловатость линий и динамика в изгибах. На выставке приветствовали художницу старые друзья, творческая элита города. С этими людьми пережиты лихие девяностые. И денег не было, и есть порой было нечего, но была живопись, всегда было творчество. Друзья говорят о Татьяне. Она гармоничный человек во всем, в дружбе, в жизни, в искусстве. Саянский поэт и прозаик Александр Маркелов провел традиционный авторский вечер в Центральной библиотеке, где в содружестве с музыкантом Василием Дорбека представил несколько музыкальных композиций на новые и прежние свои стихи. «Жду на пороге весны» – так назвал юбилейную встречу с читателями автор стихов, из которых получаются песни. Оказывается, в первый раз ныне признанный и любимый многими саянцами автор Александр Маркелов появился на публике ровно 10 лет назад. Правда, раньше эти встречи с читателями, работниками культуры, которые быстро перешли в разряд поклонников, назывались ноябрьскими чтениями. Но постепенно авторские вечера Александра Владимировича перекочевали на весну, поближе ко дню рождения, который автор отмечает 29 марта. «Жду на пороге весны» – так назвал свою юбилейную встречу с друзьями Александр Маркелов. «Торжествующий марк, он, конечно, на место поставит, к нам хрустальной котелью войдет, как посланник весны, ярким солнцем своим и луной полуночной прославит наступление весны, наступление весны. И я добавлю, дорогие друзья, чем бы я был сегодня не занят, я вас жду, как всегда, на пороге весны». Нет, Маркелов не подводил итоги творчества за две пятилетки. По-прежнему его волнуют три темы – родина и детство, городская релика и будущее – сын Алешка, вдохновитель и герой многих стихов и рассказов. «Темы вечные, вечные. Понимаете, нового, мне кажется, нового ничего уже особого нет, у человечества живет вечными вопросами, проблемами, вечными явлениями». А минувший год принес еще одну находку. Поэт встретился с музыкантом. С удивлением Александр Маркелов обнаружил, что его стихи могут быть песнями. Это открытие для него сделал музыкант Василий Дорбека. «Но идется от дождей, упрямый серен, все равно он так конит, ушедший вагон. На подножку заскучит, вверху-то он рванет, кто судьбою помечет, от нее не уйдет». Пока в копилке совместного творчества поэта и музыканта всего три песни. Но, похоже, у Саянска вскоре появится несколько новых песен о нем самом и о его людях. Потому как именно они все более захватывают творчество Александра Маркелова. В образ города гармонично вписывается природа. Люди, которых поэт умеет видеть такими, какие они есть, а не теми, какими они себя придумали. И события, которые не имеют отношения к великим, но запоминаются больше, чем великие. Как герой еще одной песни «Теплый июльский дождь в Саянске». И промокшие груши Кивали нам вслед Вы живите, родимые, Тысячу лет Тысячу лет 28 апреля в Центре физической подготовки «Мегаполис Спорт» состоялся 12-й областной турнир по УШУ, посвященный памяти Олега Железникова. Встреча борцов оказалась не на шутку. Агрессивные бои в боксерских перчатках и шлемах проводились по Олимпийской системе, то есть проигравший вбывал из дальнейшего круга соревнования. Сильнейшие атлеты спаривали звание лучшего. Данный турнир, по словам организаторов, стал традиционным. Проводится уже 12-й год подряд. Турнир с каждым годом набирает популярность. Приезжают новые команды, спортсмены, потенциал растет. Тем самым развивая данный вид спорта, такой как УШУ Санда. Вместо дыхательных техник, именно на ней основана классическая УШУ, построен контактный поединок. Атаковать соперника ударами рук и ног не только можно, но и нужно. УШУ Санда или Саньшо – техника борьбы без оружия, но и обязательно без лишнего травматизма. Если многие считают, что поединок УШУ – это в первую очередь сценический бой имитации настоящего, то они глубоко заблуждаются. От сильных ударов спортсменов здесь защищает жилет, перчатки и шлем. Регулярно в соревнованиях по УШУ Санда принимают участие девушки. Анастасия Пивоварова занимается УШУ пять лет. И за это время, по ее признанию, ни разу не пожалела о своем выборе. Родители дали мне выбор либо идти в художественную, либо в УШУ Санда. Но поскольку я и так хорошо рисую, я решила выбрать УШУ Санда. Ну и как бы занимаюсь этим пять лет, мне очень нравится. Ну, хотела очень на соревнования попасть, но с прошлого года начала ездить, и как бы это желание не отпало. Как спортивное единоборство УШУ Санда возродилось 30 лет назад, несмотря на то, что разные формы борьбы были известны Китай еще в древности. В наше время федерация УШУ существует в каждом областном центре, а там залы для спортсменов и любителей разного возраста. Данный турнир, по словам тренеров, стал отборочным этапом для формирования сборной области по УШУ в соревнованиях более высокого уровня. И это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»